Чистый четверг? Да. Они моются, что ли? У меня просто и стоит. Вы кто? Вы кто вообще? Артем Андреевич, будьте любезны, в приемные часы откройте дверь. Я не понял, надо что полицию вызывать, чтобы пристав выполнял свои обязанности? Вы там, да, с ним нашли? Вы там прям, да? Там вообще никого нет. Где? Там богом забытый край. Еще раз подумайте. Анастасия Алексеевна. Здравствуйте, а не подскажете, Анастасия Алексеевна? Она вообще здесь? Есть? Здравствуйте, нужна Анастасия Алексеевна. У нас к вам вопросы. У нас есть разрешение на съемку? Да, есть. Здравствуйте. Так, у нас вопрос к вам следующий. Нам нужны документы по должнику, которые вы должны были направить и так и не направили. Мы сейчас хотим получить. Это можно сделать? У вас доверенность есть на должника? А вот сам должник. Вы являетесь должником? Хорошо, паспорт ваш. Какие документы вы хотите получить? Все исполнительные листы, ой, не листы, все исполнительные производства, либо это сводное исполнительное производство, а также постановление на арест имущества. И розыск. И розыск, да. Так, первые документы. Акт наложения ареста. Можете ознакомиться. Так, от февраля месяца. Заявка на оценку арестованного имущества. Заявка 20 февраля? Да, то есть они меня 16-го розыска подмерили. Акт наложения ареста, а это на оценку арестованного имущества? Ну. Акт наложения ареста 16-го февраля. 16-го они меня розыска подмерили. Я могу вам сделать копию? Сделать? Да, если можно. Подготовились. Вообще подготовились. Акты наложения ареста. А где они, этот акт, место, где у нас? Загребов Артем Андреевич подписывает сей документ. Он 16-го февраля выносит постановление и 16-го же с февраля уже арестовывают имущества. То есть за 44 тысячи рублей им производят... Ну вот, общий долг составляет, насколько я понимаю, 44 тысячи 600 рублей. Нет, общий долг составляет 900 тысяч, что скажу. Просто я вот в этом акте пью. На дату ареста имущества. Это на дату ареста 44. То есть за 44. А где также был еще выносен исполнительский сбор? Сколько? Сумма указана без исполнительского сбора. Исполнительский сбор составляет 25 тысяч рублей. Так исполнительский сбор вы выносили после ареста. На момент ареста 44 тысячи? Нет. Представьте тогда постановление о исполнительском сборе. Какого числа, на какие производства вы выносили исполнительский сбор? Вот такая сумма. На основании вышедшего уложенного прошу назначить оценщика для оценки вышеуказанного имущества принадлежащего вложнику. Но выше в табличке они уже оценку ставят 100 тысяч рублей. А в этой заявке они еще просят установить, оценить. Тогда где акт оценки? Где у нас есть? То есть это, короче, сам начальник управления ФССП подписывает вот этот документ. Потом… Он там лично будет, что ли? Нет, я имею ввиду, заявку подписывает начальник управления, ну, отдела. Вот. Он сам, начальник отдела, получается оценивать автомобиль в 100 тысяч рублей. Ниже пишет на основании изложенного, ну, то, что вы должны. Прошу назначить оценщика для оценки вышеуказанного имущества. То есть необходимо оценить его оценку в 100 тысяч рублей, чтобы оценщик подтвердил. Это что вообще за хохма? А так всегда вы делаете? Ой, слушайте, тут подписи почти такие же одинаковые, как в том акте. Нет, дело-то не в этом. Дело в том, что он уже оценил и просит оценщика назначить даже, чтобы оценщик оценил правильность его оценки. Вы не можете. Вы не сможете, а вы не можете на личный телефон, я запрещаю вам снимать. Он просто здесь стоит, у вас должен быть... Просто лежи телефон здесь. Уберите его просто. Нет, почему я должен его выбирать. Не снимаете. Тогда мы просим сейчас, чтобы вы вызвали своего руководителя, чтобы он сам выключил вас. Я запрещаю вам снимать. Я не снимаю вас. Снимайте, не дозор. Представьте, пожалуйста, когда тебе.. Дозор. О � pointed. А да. Я имею право его здесь держать. Вы ведете съемку сейчас? Я запрещаю. Покажите нам экран. Вы только что своему коллеге сказали, что я веду съемку. Пожалуйста. Ну, это андроид, он может... Пожалуйста. Ну, видите, я могу и с космосом связываться. По-вашему. Коллеге сказали, что да, я веду съемку. Что это? Это вы снимаете? А как мы? Да. Ну вот. Вы имеете право снимать? Да. На основании? На основании федерального закона. Да, вы имеете право меня снимать? Конечно. Ну, значит, я имею право снимать. Нет. Вы чего-то путаете? Я не путаю вас. И руки из карманов вытащите? Они меня не в карманах. Все равно, что в карманах. Стойте нормально, правильно. Я стою, так мне надо. Ну, как вы так стоите-то? Так стою. Нога вот так у вас. Руки за бронежилетом. Да. Почему вы так себя ведете-то, я не понимаю. Встаньте нормально. Если вы здесь за порядком следите, отказываетесь? Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Петровский, Алиберт Юрьевич. Должность. Младший судебный принцип по ПДС, старший сенат внутренней службы. Так, отлично. Исправитесь сейчас или жалобу на вас подать? Пишите жалобу. Уверены в безнаказанности, да? Да? Уверены? Так не надо стоять. Почему вы так стоите-то? Нет ответа? Нет? Нет, да? Не будет ответа. Я с вами не обязан разговаривать. Не обязан? А что разговаривали тогда? Ну, иногда потешиться хочется. Потешиться? А, то есть вы тешитесь здесь, да? Мы здесь работаем. Службы несем. А вот не притешиться. Удавайтесь получаете от службы, да? Тешитесь. Тешитесь. Свои, да. Нравится вам? Да. Не собираетесь увольняться? Скажите, а куда мне идти, да? Ну, вот так вот нельзя стоять, понимаете, да? Руки в брюхе нельзя. И никогда не путайте то, что можно гражданам, нельзя вам, потому что гражданам разрешено все, что не запрещено законом, а вот вам наоборот, как должностному лицу. Вы хотите сказать, что по вот этим 14 исполнительским сборам я уведомлена, да? Это еще не все. Также вам письма на почту присылались о возбуждении исполнительных производств. Когда присылались? Ну, сейчас я вам распечатаю тоже всю эту информацию. Письма уходили нам обратно. Вы их не получали, нет. Человек уведомлен, потому что почта отправлялась. Вы в почту отказались получать. А когда вы, да, там написано, что я отказалась? Да, там написано, что мы отправили и письма пришли нам обратно. А почему в электронной подписи в курсе, да, что документ вот этот не является оригиналом? Поставьте, пожалуйста, оригинал своей подписи, печатку. Я поставлю оригинал своей подписи. Ну, да, еще не допечатано. Потому что вот эта электронная подпись не является оригиналом документом. А была необходимость в аресте имущества, да? Если вы отказываетесь платить. А каким образом установили? Ну, были взыскания с вашей карты. Так. У меня нет карты. Ну, как-то нет, у нас есть сведения, что есть. Какие-то даже суммы были списаны. Так. Значит, можно было деньги, да, взыскивать? Конечно. А почему тогда арест на имущество? Потому что добровольно отказались оплачивать. Как это добровольно? Если вы списываете, это не является основанием, если добровольному не оплачиваете. Мы обязаны оплатить эти штрафы в добровольном порядке. Штрафы нам присылают взыскатель. Штрафы нам присылают ГИБДД. Так. Вы должны оплатить изначально в ГИБДД. Если проходит два месяца с того момента, как вы не оплатили, ГИБДД присылает постановление нам. Мы его исполняем. Это вы все знаем. Исполняете правильно. Я не о том говорю. Давайте разрешите. Что вы должны накладывать арест на денежные средства должника, правильно? Да. Вы наложили, раз деньги списывались с карты, правильно? Сумма списания составила 10 рублей 56 копеек. Так. А сумма долга составляет 90 тысяч рублей. Соответственно, это сейчас. А все банки проверили? Все, которые нам прислали, да. Кто прислал? Мы делаем запросы в банке. Они нам предоставляют скидки. Можно кольный запрос? Можно. Почему нет? И потом еще акт оценки автомобиля нам нужен. Запрос мы видели на оценку. Ваш начальник тонко намекает эксперту оценке, что автомобиль должен стоить 100 тысяч рублей. Как начальник это вообще пишет? Вы всегда так делаете? Нет. Нет, только вот в случае в нашем, да? Я не готова это конденсировать. А Загребов, как его увидеть? Загребов, Артем Андреевич. Загребов, да? Да, в соседнем кабинете. Вот здесь, да? Да. Ага. Он снимал вопрос. Он же там находился, правильно? Да, в Северновку. А как он туда попал? Он является приставом по розыску и арестовывал автомобиль. Арестовывал автомобиль. Так, а вы там были с 16-го, во сколько времени примерно? Мы до 2-го дня туда приехали, потом на скорую уехали на Костюшку. Ага. И они без нас. А кто-то, а Загребов, кто сообщил-то, что там автомобиль нахуй? Загребов. Он является приставом по розыску. Это понятно. Он не мог вообще знать, что данный автомобиль будет в Красносельском районе в какое-то время. Ну, значит, можно у него эту информацию уточнить. А сейчас мы туда уточним у него. Тут тоже пишет сам Загребов. Предварительная оценка 100 тысяч рублей. Общая стоимость без учета НДС. 100 тысяч он даже НДС учитывает. И тут же в примечании пишет требуется оценка. Как это вообще происходит, я вообще не понимаю. Один приехал из города Гачино. Судетели. С Гачино. Это Артем Андреевич, да, вы? Второй адрес Магуру забрать. Артем Андреевич. По-другому написано. А, нет. Так это не он. И Китиль не его. Китиль тоже не он. Сейчас вам печать. Печать поставить надо? Да, конечно. Артем Андреевич, это кто? Можно войти? Артем Андреевич, это вы? Да. У нас к вам вопрос следующий. Мы не успели нарисовать. 16 февраля вы составляли АСС и ДУХА. А что мы отобрали, а нарисовать не успели? У нас, у должника. И у меня, как представителя, должника. Доверенность. Мы как раз сейчас общаемся. Доверенность на право представления. Она сейчас подойдет тогда сама. Когда подойдет, тогда. Тогда будем разговаривать, да? Застегните, пожалуйста, форменную одежду. Как положено по уставу. Вахтер жизни прошелся. Я разберусь. Будет подана жалоба за нефтовную форму одежды. Подавайте жалобу. Подавать, да? И почему вы не бриты? Мы бриты. А мы бриты с кем? Что? Вы говорите, мы бриты с кем? Вы кто? Я с вами не собираюсь говорить. У меня зовут Игорь Владимирович. Вы меня выгоняете в приемные часы? Я? Я вам. А вы кто? Ну, посетитель. Посетитель? Да. Доверенность? У посетителя доверенность? Да. Нервничать начал. Ну, сейчас мы подойдем, только выходите. Проходите. Я не верю. Спасибо. Мы тогда не будем зайти, пойдем к Артему Алексеевичу пока Андреевичу. Пока пообщаемся. Вы почтовое отправление найдете, нам дадите, да? Хорошо. Спасибо. Ну, поскольку вы, заходите. О, закрылся. Так и приемные часы же. Все. Артем Андреевич, будьте любезны, приемные часы, откройте дверь. В окошко прыгает. Есть акт. Мы сейчас к руководителю к вашему пойдем, если вы приемные часы сейчас нас не примете. Артем Андреевич. Вы вот можете посодействовать? Заперся в судебный пристав и не открывает в приемные часы. Это что происходит? Это не ко мне точно. А к кому? К приставу, к начальству. Может, ему плохо там? Может, плохо. Позвонит мне, скажет, если ему плохо. Так если ему плохо, как он позвонит? Есть специальные кнопки тревожные. А есть у него кнопка, да? Конечно. А есть кнопка, чтобы начальник пришел? Артем Андреевич, откройте, пожалуйста. Начальник. Вы не в том месте, чтобы начальник вам по вызову ходил. Да не по вызову, просто разобраться со своими подчиненными. Вы штабе говорите. Вызовите меня. Я не понял, надо что, полицию вызывать, чтобы пристав выполнял свои обязанности? Вы можете сделать все, чтобы... Артем Андреевич, откройте, пожалуйста. Это что происходит вообще? Это шок, небритый. Нарушает форму одежды. О, открывает. Открывает? По-моему, да. Нет, пошептался, но не пришел. Нет? Так, а руководитель где здесь? Вы знаете, замечатель начальника? Есть документы. О, наконец-то. Что это было вообще? Брился что ли? Ну, я думаю, дело в документах. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да. Да, конечно. Да, не вопрос, конечно. Артем Андреевич, вот должник. Да, слушаюсь. Я буду транслировать за нее, не будете против? Да. Доверенность-то мне... Она не нужна, мы вполне где здесь. А, все. Да. Да, вопрос. Значит, 16 февраля вы накладывали арест на автомобиль Лифа. Остановление, да. В Красносельском районе. Вопрос, каким образом вы туда попали, откуда узнали, что там автомобиль? Судебный исполнитель сообщил о том, что автомашина находится там. Какой судебный исполнитель? А кто ведет ваше производство? Ну вот, получается, младший лейтенант нам сообщил? Получается, да, Захарова, да? То есть, Захарова сообщила, вы уверены? Кто у вас ведет исполнитель производства? Мы сейчас у нее же спросим. Спросите. Где Зайцев или Захар? Кто ведет производство? А Зайцев кто, где Зайцев? Ну вот только что перед вами. А, Зайцев. Ага. Оточните, да. То есть, он сообщил, да. От исполнителя, да, я не помню, кто. Вы лично там были? Да. Вы туда выезжали? Да. Вот именно... Судебным приставом по... ОПД я знаю. В 19.05 вы были там. Да. А Халимов Мурат Хайдарович, это кто? Не знаю. Записан как свидетель. Понятой? Понятой. Ну, понятой, значит, был там, да. Вы там, да, с ним нашли? Вы там прям, да? Да. Там вообще никого нет. Где? Там богом забытый край. Ну, вы были там? Почему богом забытый? Красносельский район, стационный поселок, участок номер 8. Участок номер 8. Да, вчера туда автомашину арестованную как раз доставляли. Ну, не важно. Ага. То есть, вы там были лично уверены? Да, конечно. Так, хорошо. И сообщил вам Зайцев? Ну, судебный исполнитель, который ведет материалы исполнительного производства. Либо Зайцев, либо Захарова. Сейчас точно не помню. Захарова только что мне сказала, что она вам не сообщает. Да, то есть, остался Зайцев? Ну, сейчас точно не помню. Ага. Судебный исполнитель ведущей производства. А как вы оценили данный автомобиль в 100 тысяч рублей? Каким образом это вам удалось? Предварительная оценка. Ну, предварительно она должна на чем-то быть основана. Предварительная оценка. Требуется привлечение оценщика. Ну, 100 тысяч откуда появилось? Предварительная оценка. Она, да. Ну, предварительная оценка. Я не помню, а, по-моему, разбитая была. То есть, если разбито 100 тысяч рублей. Что? То есть, если разбито 100 тысяч рублей. Я оценил 100 тысяч рублей. Предварительная оценка. Оценщик может оценить ее в любую сумму. Размер какой-то диплом, там, еще что-то. Оценщика, технического специалиста. Отдела реализации этим занимается. Ну, вы оценили в 100 тысяч рублей. Я оценил, да, в 100 тысяч. чем руководствовались ничем правильное слово было сейчас вот первое которое сразу на ум пришло ничем да чем руководствовался еще раз говорю есть отдела реализации который этим занимается предварительная останка 100 тысяч рублей так сумма долга 46 тысяч рублей тем более вы забираете автомобиль оцениваете почему-то его просто 100 тысяч рублей до не имея никаких в этой области познаний не имея никаких в этой области познания абсолютно правило для этого есть отдела реализации есть специалист оценщика соразмерное имущество вообще вот изъятая сумме долга соразмерно больше смысле больше сумма долга если если вы по если должник оплачивает всю сумму соответственно забирает свое личное это понятно это любой понимает несоразмерно стоимость имущества требованию ну назовем кредитора почему забираете автомобиль оцениваете смешные копейки 100 тысяч рублей автомобиль на просто таких не бывает вы оцениваете что трех тысяч рублей производится арест что автомашина автомашина от 3000 рублей на еще правильно если машина стоит например там четыре тысячи рублей что-нибудь но также закон этот говорит о том что соразмерность должна быть учтена суммы долга со стоимостью изъятого имущества вы можете это обжаловать это мы знаем мы имеем право сейчас разбираемся все что мы записывали это все естественно для суда мы делаем и мы пытаемся понять каким образом вы туда попали если вы захаровой вы сейчас зайцев скажет что типа нет я никому не звонил большой вопрос как вы попали спустя групп условно четыре часа с момента вот этих событий вы попали в красносельский район момента каких событий как машина туда попала как бродник разъехала туда да вообще никто не знал что она туда приедет она привода с подругой своей возможно произошли вот эти события вы спустя ролог событий мне неизвестен и вы спустя четыре часа четыре часа с момента вот этих событий когда их увезли на скорой там прошло даже меньше четырех часов и вы уже были то нашли там понятых да нашел понятых произвел арест машины эти понятые больше никаким производством не проходят у вас возможно проходит а как тогда и у всех на стационные берете что ли я никого не беру они находились там а кто они невозможно не у меня проходит вас они мимо шли просто или там где-то работники они возможно мимо шли я точно не помню но вы сами обращались к этим людям сам до подошел представился предвидел служебное удостоверение попросил по присутствует качестве понятых они согласен вот первый например он откуда ты шел или может быть работника Perdante не сейчас а 2 не помню и 2 мне впол ошибки я развожу много арест машину точно но у меня четвертый раз этот вопрос да еще да я точно там вы представились по телефону когда вас попросили представить кому телефону попросили представиться в ко мне но когда вас просили дали номер телефона покосили представиться по телефону кто и что откуда с какой целью там Apply вам очевидец передал трубку телефона представился на еще раз подумайте вы представить я не помню вы бросили в чем все ничего не помните вы же не помню да не с комиссию проходили во должна быть прекрасная память родить имя нового к то есть сейчас мы вам говорим про лифа про и фан вы сразу вспоминаете я даже не называл адреса вы вспоминаете что это станционный поселок дом 8 участок 8 участок 8 участок 8 вы точно помните адрес да я знаю вы тоже все территория специальной стоянки у нас их не так вы четко помните что вам позвонила либо зайцев либо захарова но вы не помните как появились понятые находились там как появились находились там как они у вас спрашивали документы не представлялись не показывали один сгадчины может быть вы меня с кем-то путару скупчинской вас скажите пожалуйста еще вопрос да когда вы прибыли туда автомобиль где находился помните находился и вы передали потом на штрафную стоянку туда но эвакуатор подъехал вот и что вытащил его подозрение а почему именно на эту штрафную стоянку ну с кем договор виде музыка у вас договор с ними наверное кого вызвали я не вызывал не вызывали нет это вопрос уже но вы же передаете на ответственное хранение актом то вы передаете как-то вызывает эвакуатор я не организовывал эвакуатор а кто организовал видимо исполнитель который вел производство переведет зайцев опять зайцев он там был зайцев там по моему не было тоже не по что все вопросы пожалуйста к исполните вы не помните был там зайцев или нет нет по моему там не что ну как-то разговор какой-то ну очень странный вы нас 5 обманывать да хорошо час мы так до сих пор не получили акт оценки оценку кто делает вообще каким а какому ценчику направляет вы исполнители выяснить этот вопрос тоже исполнителя не просто я вам задаю вопрос потому что вы первоначальную оценку произвели каким-то образом я думаю из по судебной исполнитель передает на оценку то есть давайте подытожим 100 тысяч рублей вы просто из головы взяли вот просто вам показалось тогда ну не показалось а как тогда объяснить меня что велел ее в 100 тысяч ну каким образом прямым образом а можете телефон у меня оценить что телефон вы можете оценить ваш телефон да если задолженность у вас будет рамках исполнитров а только так ну просто образом он существу сейчас можете понять как раз не пожесых как вы можете оценивать имущество если вы знаниями в этой области никакими не обладаете я понимаю того чтобы обладать знаниями есть специалист это предварительно хорошо в акте написано предварительно правила но вы на основании то предварительно оценки производите серьезные мероприятия по изъятию чужого имущества и вот эта оценка очень важно потому что вашей оценкой могут быть нарушены права конституционную если вы считаете что ваши права нарушены обращайся прокуратуру это правильно это мы знаем куда нам обращаться мы обратимся обязательно мы видео видео более того мы видео даже видео будет нет я буду аудиозаписи видео снимаете вы кто мы граждане пришли в приемные часы это вы видимо замначальника да вот видите вот вы нам задали вопросов они ведете видео на основании федерального закона какого тогда 29 например просто почему вы разговариваем же перечислить почему вы нам да вы нам передали вы не передали так руководитель ушел да а ушел это еще до ареста вы были уведомлены после мы отправили заказной почтой также вам постановление возбуждение то что вы были уведомлены все сведения у меня предоставлены я предоставляю их вам можете пожалуйста распоряжаться и все пожалуйста копии забирайте оригиналы пожалуйста с моего стола не пробуйте это из нашей личной базы о том что вы были уведомлены через портал госуслуг когда было прочтено когда вы его получили здесь все указано и отказались добровольно оплачивать штраф а сообщение в госуслуги является надлежащим уведомлением разве а вот по заказку и по заказной почте нас больше интересует потому что госуслуги не является не являлась по крайней мере на тот момент надлежащим уведомлением и сейчас еще не является здесь дата отправки 21 февраля а машину забрали 16 февраля я говорю еще не все на конце распечаталась есть там где были уведомлены мы раньше наличие данных штрафов причем тут присоединение к производству а зайцевом еще можно пообщаться он куда-то ушел потому что артем алексеевич говорит что зайцев ему звонил сообщил что машина там и андрей а тот коллега сказал что вы сообщили что машина там а вы сообщаем что машина там находится я не буду комментировать почему ведь это важно хорошо но если вы нам не ответите на вопросы но про парковку и отвечать если бы вы спокойно пришли вы бы пришли как должник и мы спокойно с вами поговорили не должны я с тобой разговариваем я же тоже с вами проявлен как кида за к нам претензия мы говорите если вы не оплачиваете долг не к вам претензий нет но вы должны в рамках закона действовать об этом зарушая простой вопрос к вам вы сообщали артему андреевичу о том что автомобиль на я не буду комментировать почему это же четко мы сейчас пытаемся коррупцию здесь установить либо ее опровергнуть хранить молчание это понятно прокурор задать вопрос или потом вы просто подумаете к тому моменту и договоритесь как говорить просто смотрите какая ситуация должник как вы называете ее никто не знал что она 16 февраля будет находиться именно там но спустя три часа чуть больше трех часов с момента произошедших там событий ваш пристав уже появился там у нас возникает вопрос откуда ему стало это известно он говорит что позвонили ему вы поэтому а зачем тогда ему звонили не звонили то есть все отлично теперь нам нужен зайцев потому что он сказал либо вы либо зайцев теперь спросим у зайцева звонили ему зайцев потому что нам очень интересно откуда стало известно что там вот это все произошло три часа и он уже там мы полагаем что артем андреевич вообще туда не ездил нет артем андреевич тогда вопрос как он узнал да согласен и договор да там можно с олимпом а нам бы вам пару вопросов задать хотим узнать артем андреевич говорит что вы ему сообщили что автомобиль находится в красносельском районе не сообщали да то есть не звонили ему да правильно понял вам имя сказать между игорь владимирович артем андреевич сказал что вы ему позвонили 16 февраля сказали что автомобиль лифан находится в российском районе а я произойдет судебный пристав который ведет ваши службы производства все вопросы по использованию так вы можете просто я просто ответить не привезли товарищи видел вину чувствует за собой гасится пытается но первое слово сказал который никому ничего не звонил то есть артем андреевич нам врет врет конечно как он узнал с памяти все плохо он выборочно помнит выбрать тут помню сам не помню мы к исполнителю к вам можно у нас документ есть у нас документе и смотрите постановление об исполнительном розыске от 16 февраля вы говорите идите фамилия я там зайцев это на раяль выносил это вы говорите из-за меня вам пришли хотите на каком основании вынесли постановление об исполнительном розыске основании розыска штрафа не поуплачены машина найдена была а как найдено было по камерам по камерам вы машину и зимали в станционном поселке кто вообще вот должны на каком основании я ее представить если вас что-то не устраивает или вы хотите что-то обжаловать пожалуйста через детский районный суд мы порядок знаем на этом разговор огончен почему приемные часы уточняю я еще раз объясняю вас есть судебный пристав всего просто так если мой судебный приставка я вынес постановление вынес дальше поручение получили от кого если вы не мой приступ исполнительного зачем меня разыскивали вам исполнитель дал какое-то поручение или что у меня на каком основании вы вынесли постановление об исполнительном розыске вы отказываетесь с нами разговаривать вот на каком основании вы отказываетесь с нами разговаривать вы не имеете права не хотеть приемные часы хорошо я вам ответил уже на ваш вопрос так докладывайте сейчас руководителю вы сейчас рапортом ему доложить о том что вы отказались приемные часы общаться с гражданами такие еще раз вам объясню у вас есть ваш судебный пристав он вам все расскажет вы нам только что отправили к нему но судебный пристав наш говорит что я не выносила постановление о розыске потому что раньше я ввел эту территорию и вынес да это все раньше умереть территорию феврале месяца это тоже ложь нет феврале там другие приставы кто угодно только не у нас обманывает вы нам поясните ситуацию давайте я за вами пойду выходить вопрос не против вас слишком много приложить еще чтобы жарить не обязательно тоже доложите так все мы забрали все что нам нужно пойдемте не будем как они сказали мучить их приемные часы короче понятно что они подготовились оттуда видимо им позвонили связь у них налажена загребов это да загребов по-моему даже видно было весь красный как рак стоял не знаю что китилек то он застегнул все-таки он побрит он конечно уже не может зайцев тоже там непонятный тип вынес постановление идите к исполнителю выясняем что исполнитель то он по сути приходим разговаривать не буду то есть отказывается в приемные часы беседовать с гражданами на с должниками казалось бы мы пришли задаем вопрос мало ли там мы хотим заплатить или еще что-то нет они не будут завершать все идите машину же машу забрали за 100 тысяч рублей так у них с памяти судя по всему вообще плохо тут помню тут не помню а у него выборочная память все правильно он четко помнит адрес стоянки причем это было феврале месяце полгода назад ну не полгода сколько три месяца назад да он четко помнит стоянку помнит а приезжал ли к нему туда зайцев и кто его позвонил он вообще не помнит и он долго думал вы зайцевым были зайцевым нет вроде нет типа все за бред они не знали что машина там несет какую-то ахинею про камеры мы по камерам говорит машину нашли где-то там не то что камеры там людей живых нет там собакам да страшно скорее всего и есть охранник рам х рам х рам ши вот этот вот но я не удивлюсь что это будет тот самый охранник который у нас отнимал сказал что показал постановление и больше ничего не сделал вот этот марат их можно потом суд будет вызвать это просили понятых и это по части того видели они кого-то не видели кто-то все то что он врёт по нему видно загребов точно врет весь красный савра заяцов то быстро вроде оттёкся пускай этом дисциплинарку получу мне плевать на вас вообще начальнику сумею объяснить о чем начальник сказать а задолбали доходят с камерами начальник скажет да 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 я я все пошел пошел быть докладывать начальнику и сбежал артист вообще просто куда звонить полиция 2 до полиция не открывает так все четвертый звоним здравствуйте вы позвонили на телефон доверия как-то в сауну да мвд россии по городу санкт-петербургу или ленинградской области вы можете сообщить оператору имеющуюся информацию о преступлениях сразу располагает просто к общению совершенных сотрудниками органов сейчас дежурный ответил добрый день в целях проведения объективной проверки по вашему сообщению а также исключение коррупционной составляющей разговор это телефон доверия обращаем внимание что сообщает а телефон доверия нам не надо мы измеряем доверие пока рано ой ой спасибо так пойдем туда в полицию да вторник 14 до 19 нет там зал у него а? там спортивный зал там стучать у него закрытые вещи у него закрытые вещи может там свет не включил? ой а вот телефон написал алё здравствуйте а я куда позвонил? я четвертая часть полиции дежурной части а дежурная часть а кто вы представьтесь как-то странно вы алё что это такое? я представилась вам твоя фамилия ну как как фамилия? Барская что у вас случилось? фамилию назовите членораздельно я не понял Барская что случилось у вас? Барская я пришел на прием к Бабыкину Виталию Сергеевичу на опорный пункт а он не открывает а почему он приемные часы отсутствует? потому что он сегодня задействован на мероприятии задействован на мероприятии? а граждане как? это самим себе предоставлены? послушайте вы там умираете что ли? может вам скорую вызвать? чего вы не отвечаете то на вопрос? вы можете ответить? что? какой у вас ко мне вопрос? у меня к вам вопрос как к оперативному дежурному где Бабыкин и почему в приемные часы? я вам ответила на ваш вопрос будут задействованы на мероприятии? а они все задействованы что ли? здесь вообще никого все задействованы на мероприятии а что за мероприятие? я сейчас уточню у дежурного по главку пожалуйста уточняйте а что за мероприятие это я спрашиваю? я не буду отвечать на этот вопрос в смысле? внутренний вопрос какой внутренний? Бабыкина отвечаете на вопрос немедленно я еще раз повторяю я не буду отвечать на данный вопрос как не будете? если есть мероприятие значит оно какая ваша информация? вы можете назвать мне любое кодовое название этой операции специально если вы мысли до свидания? да вы что Бабыкина обалдели что ли? как с гражданами разговаривают? бая-я-я барская? барская? обалдеть не помню не важно короче барская я трубку брать нему как они все там быть я-то отвечу не такой добрый день здравствуйте а скажите пожалуйста я вот сейчас приехал на прием к участковому бобыкину виталию сергеевич он отсутствует приемные часы в своем кабинете позвонил дежурку 54 отдела полиции там такая барская на такое ощущение что может она приболела просто такая вся вялая может быть ей помощь необходима медицинская и потом бросила трубку будет какая-то операция идет это правда а что за операция можно узнать название операции чистый четверг они боются что они боятся что любая пошли или что я не понимаю а как с гражданами быть как вот если прием необходимо там дело так у нас вопрос к участковому то есть ладно чистый четверг у вас сегодня я понял хорошо спасибо приедем следующий четверг 9 он не будет чистым ну вот как то так чистый четверг моется не потом будет прощенный вторник типа мы всех прощаем кто к нам пришел это жесть очень просто чистый четверг сегодня чистый четверг у них сегодня моются видимо баня может быть там я не знаю я не знаю что они делают все весь во всем районе до это проводится ничто не может сплотить так вот коллектив как чистый четверг серьезно закрыто мы только что позвонили ничего нет второй раз приходите сегодня нет никого вот сегодня не хотят они работать сильная операция кто придумал тому премию надо дать чистый четверг не зря вот это барская дежурный по 54 скрывает название операции потому что она видимо где-то понимает отдаленно что это не совсем нормально а дежурный по управлению он парень откровенный сразу чистый четверг все мы каждый каждые 31 декабря мы ходим с друзьями в баню тогда принял восторник можно да здравствуйте хорошо если не такого смотрел нас будет прикалываться спасибо кто идет первый я игорь владимирович кричат кричат первый хочу это такое и чё спортом здравствуйте добрый день мы пришли поинтересоваться пришли вам нашли материал не следственного комитета не вернулся материал а его в ответственный комитет направили конечно нет ну что следственного комитета смотрел в рамках своей компетенции а как мы направили даже не опросили потерпевших в смысле мы просили потерпевших писали сами вручное заявление объяснение получать ведь какие-то вопросы вы можете задать ведь вы же профессионал в этой области может быть зачем изложили полностью всю свою суть в заявлениях заявители так на стоянке опросили этих действующих конечно просили кого оба тебя просили пугачева просили конечно точно поэтому вернется материал следственного комитета я с вам сказал я вас вызвал вы ознакомиться когда он вернется а кого еще обратили на пугачева еще кого просили я сам не могу сказать помощь его просили вернется материал вы не помню кого-то опрашивание прошли пугачева директора стоянки опрашивали опрашивать что он пояснил что пояснил я не помню что он пояснил не помнить а еще кого опрашивали кто-то вырвется материал объясняю берется материал вы знакомитесь знаете что он еще не вернулся дежурной части сказали что передано обратно на одну часть для комитета не 10 четвертом отделе полиции мне нет материалов сказали передали данного материала у меня тоже материала ваше объяснение канцелярия вы уточните тогда пожалуйста канцелярия сказал что передан вам можете в канцелярию позвонить как выходить туда-сюда выходим и не можем нигде ничего найти и следственном комитете вообще речи никого не был жизнь а слушай материал направляли по поводу приставов вот но при на пристав жалуются то что незаконные деле машины да а следствие комитет когда уже мудрил 26 мая а когда к вам передавали спросите а вам передавали для чего материал то есть когда мы приходили он у вас был в нам не дали его знакомить чему но у вас был я запечатал сопроводировки мы попросили ознакомиться в этом не кида чем можете готовить если не дашь бы я все не было материала если у вас не было на месте в канцелярии больше спустился напечатал скато из опроводировки и направлю в иск accept я то есть вам а прокуратура з años я возвращал а над оправить уroc auctionием он брать а так вернул а именно так и было там на кожустав парень начала мало etwas к там не было ничего дальше туда попросить кого-то твой первый вопрос встречаю чтобы прокуратура возвращаем материал описал направить материал овиск а надо не сами могут передать на самом деле Прокуратура возвращает материал, отменяя постановление об отказе. Почему тогда не передала протоколу в СК ТСМ? Прокуратура отменила постановление об отказе? Отменила. На основании чего? На основании провести дополнительную проверку. Правильно. На основании чего? Нет. Я вам объясняю. Провести дополнительную проверку и направить материал по компетенции в СОСК. Правильно. Дополнительная проверка в чем заключалась? Я не знаю, в чем там заключалась. Вы что, не считали? Просто сразу сопроводил и в КУЭТ футболили. Следственный комитет рассмотрит, напишет, что нужно сделать по этому материалу и направить мне обратно. Товарищ майор, давайте по порядку. После этого я вам позвоню, вы придете и ознакомитесь с материалом проверки. Товарищ майор, давайте по порядку. Прокуратура отменяет постановление об отказе от введения уголовного дела, вынесенное вами, правильно? Да. Пир отправляет его обратно на доработку, правильно, как вы выразили? Я в ходе до проверки получил от пристава материала. Получил. Так, вы же сказали, как получил в канцелярию, сразу отправил в СК. Я их подколол и направил сразу в СК материал. Подождите, вы сказали только, что сразу, как получили в канцелярию, сразу сопроводил и в КИ отправил. А как приставов тогда вы допрашивали? У меня уже были материалы от приставов. А, они вам прислали? Конечно. То есть вы в рамках оконченного производства все равно проводили проверку? Конечно. Как это? Обыкновенно. Вы же вынесли постановление об отказе. Зачем вы сюда от пристава что-то затребовали? От приставов? Да. Потому что я знаю, что он берется материал. А как это? Как? Данные граждане жалуются. А приставов, соответственно, данные материалы все равно верюся. Так ведь неважно, жалуются граждане или нет. Отменяют постановление об отказе только в одном случае. Если что-то не сделано. Нет приставов получить. А есть разрешение? А что служба будет снимать? Давайте начнем с того, что вы исполните федеральный закон номер 3. Вы к кому конкретно обратились? У нас есть руководство. Все прямо знаете, что делать запрещают? Представляться? Какие-то давать вообще комментарии по поводу. В смысле? Как это? Мы комментарии не по поводу вашей работы пришли получить, а конкретно по материалу. Вот потерпевшая, по ней ничего не сделано. Я старшую письмо будет. Кто вам такое сказал? Вы кто? Удостоверение ваше, пожалуйста. На каком основании я не делаю? На основании федерального закона не давать, а пределить. Вы кто? Может вы не предъявляете? На основании чего? Потому что вы обязаны не предъявить, я сотрудник полиции. И все? Вы здесь на каком основании? Четыре основания для проверки документов у гражданина. Вы здесь вообще на каком основании? На меня голос не повышайте и рукой вот так не делайте. Вы на каком основании занимаетесь с гражданином вежливо? Разрешение его руководителя. Есть руководитель терминального органа, который должен с вами беседовать. Он же выносит постановление об откате. Вы же кто-то утверждает. Кто утверждает? Руководитель. А выносит кто? Мы пришли к непосредственному руководителю. Удостоверение ваше, будьте любезны. Будьте любезны, удостоверение ваше предъявите. Майор. На это и на то. Удостоверение предъявите. Вы со мной так не разговариваете. Как в смысле? Я сказал майор, предъявите удостоверение? берите заявление бланк принимайте на себя заявление отказываетесь товарищ майор заявление пожалуйста примите в меня на неизвестного мою неизвестную женщину форме майору полиции не не протоколом принятия устного заявления пожалуйста или все-таки вы предъявите удостоверение не предъявите пока какая просто какому-то человеку на улице должен предъявлять паспорт или что чтобы потребовать у меня документы удостоверяющие личность вы сначала должны мне меня удостоверить что вы действительно полицейский имейте на это право а вы сразу начинаете кому государственный орган это не государственного чего и мы уже давно об этом говорим о частная компания о да поле примите пожалуйста заявление на неизвестную женщину форме майора полиции что она вообще здесь делает это что за бред вообще почему но она она кто полицейский а где удостоверение у него это неважно подойдет ко мне на улице кто-то форме все удостоверения нет я говорю удостоверение придите при обращении гражданину она обязана представиться и предвидеть служебное удостоверение по-моему так звучит федеральный законе номер три он еще здесь как закон о полиции я разговаривал с невежливо попросил представиться удостоверение попросил предъявить она сказала нет примите заявление приходишь спокойно вежливо уточняем какие-то моменты нет начинается непонятные вещи материал гуляет туда-сюда непонятно что по нему делают материал выносится по нему процессуальное решение об отказе возбуждению уголовного дела но участковый полномоченный продолжает по нему вести работу потом он говорит что сразу же в канцелярии отправляет обратно а приставов запрос запросили рапорта у приставов получили тоже хорошо в прошлый раз сказал что к нему вообще дело не поступало это обманули тогда граждан получается удара сделала было у него фактически он просто не должны больше ознакомиться сюда и вот здесь там не материала нет нет она была здесь но где только сейчас объяснил его получил как только получил сразу проводил в кубе свидания но на зелярии нам сказали что вам передали канцелярия из гостей сибором на материал объясняешь нам сказали что вы расписали за получение материала и соответственно его передали получается что вы нас обманули в прошлый раз то есть материал был у вас он нам не дали заявление вопрос и поэтому мы поняли что вы сначала начали одно говорить потом другое потом якобы вам это все это потом все равно проверим материале все будет когда поступили данные от пристава почему сразу не направить было в ска почему надо было отказывать чтобы прокуратура паромат меняла не знаете кто знает а что заполнить да чтоб удобно было ну хорошо только поэтому конечно пожалуйста все я думаю дисциплина очка будет достаточно это она смеется забавный прошло раз тоже на что он не понравился влезла в разговор беспардон видеофиксацию предоставлю по запросу непосредственно исполнителя добавьте а выскатываем направлен для возбуждения уголовного дела то есть вы усматриваете там что решение вопроса а возбуждение до получает или банк либо отменят либо я понял здравствуйте дебиль точно вы тоже да нет а проверить здорово вы ответ на руководство нет я начальник отдел о это с управления так понимаю отлично вот когда заявление пишу по поводу старшего участкового уполномоченного вероятно отказалась предоставить удостоверение свое служебное при обращении ко мне нет конечно да она к нам обращалась ее с недели видеокамера на потребовала от нас разрешение на видеосъемку не знаю откуда на это берет вот я попросил ее представить сколь уж она обращается она назвала фамилию не буду скрывать но я попросил удостоверение будьте добры она снова нет вы мне сначала покажите у вас да решу дальше пока вроде нет на всякий случай друг потому что на меня заявление нет она разговаривает принципе по-хамски с гражданами начальник отдела участков мог лица никола не вот я и неоднократно попросил удостоверение показать она мне сообщила что я должен оказывается ей сначала паспорт показать я вообще не понимаю то есть это как паспорт вообще показывать полицейскому вниз хорошо чем я я все понял а потом когда его сейчас суть вашего визита именно проверить наличие удостоверение никоим образом никоим образом цель нашего визита вот мы пришли к участковому по поводу заявления которые подавали ранее моего доверительница но по факту там на стоянке там был наезд ну там такая история сложно так вам помогли пока нет школу и нам в общем мы в процессе разговора с ним диалога материал сейчас направлен в из кассов услов там некоторые неточности в его рассказе были ну это ладно опустим так кто заявитель сначала заявители вот а вы а я заявитель сейчас за удостоверение я их представитель а все остальные это тоже представители они фиксируют все для истории для чего история фиксируем это исторический клуб нет мы просто граждане чтобы потом ничто невозможно было исказить потому что видеосъемка это свидетель беспристрастной поэтому вот как а кстати когда и предупредил что я заявление пишу чтобы вас привлекли к дисциплинарке она ухмыльнулась и пошла туда туда ну к себе к себе пошла ну как то есть как-то не отнеслась к вашему пожеланию когда я назвал ее майором она сказала не хамите я вообще я теряюсь она майор полиции а даже не военнослужащий конечно специально я знаю что специально но она майор майор полиции почему почему я должен обращаться к офицерку майор згвардии здравствуйте я не предлагал обращаться к майору разгардии потому что майор разгардии тебя больше знаю российского получают и от только до александр николаевич и верю но никогда ваш начальник если вдруг обращается к вам по PCB говорит подполковник полиции товарищ подполковник полиции у нас так заведено это наши внутренние уже удивительный да я понял мне необходимо проверить как у меня участковый граждан я хотел бы поприсутствовать продолжать а вот объяснение получать все делали это объяснение вот и вот по сути заявление ответственности надеемся что привлечете и сообщите мне письменно результатов конечно видеозапись у нас есть хотите кстати майор видел майор полиции видел слышал прекрасно как она отказывалась несколько раз поэтому майор полиции сейчас напишет рапорт я думаю думаю не обманет вы же видели как отказалась представиться ваша коллега мы сейчас решили вопрос о том что вам неправильно ответила или показалось зрения или у вас все-таки цель визита другая на цель визита мы получили принципе информацию мы сейчас ждем материал изыска и потом будет смотреть у вас есть некоторые вопросы и нестыковки потому что не опрошенные люди значит протокол осмотра автомобиля не произведен а на этом автомобиле якобы был сбит человек который бросился сам на капот этого автомобиля автомобиль сейчас разбит человек бросался видео тоже есть зеркала побил крышу разбили этом автомобиль осмотр не сделан этого автомобиля но материал почему-то уже ушел в прокуратуру. Прокуратура его добросовестно отменила, причем сначала участковый говорил, что отменила прокуратура по основаниям направить в СК. Я уточнил, поскольку я немножко знаю этот вопрос, я уточнил, не может быть такого основания отмены постановления в отказе, значит, что-то надо было еще сделать. После этого майор любезно согласился с этим, сообщив, что да, действительно, надо было с приставов получить некий документ. Получили? Да, получил. Я задал вопрос, как вы получили, если материал был отказан? То есть вы в отказанном материале, в отказанном материале производите какие-то мероприятия. Вопрос, видимо, в процессе производства по делу был направлен. Вопрос позже поступил. Возможно. В общем, у нас диалог есть. Ну, все замечательно. А вы в полной мере удовлетворены, как бы, работая с сотрудниками Не в полной, но... В принципе, удовлетворены. Я нет. Я не удовлетворена. Абсолютно. У него материал находится с февраля месяца, он делает нелепую отписку, видно по этой отписке, что он не проводил никаких мероприятий, никаких проверок. Когда мы здесь были в прошлый раз, материал был у него, потому что мы накануне, буквально не задолго, там за полчаса до появления к нему были в дежурной части, нам сказали, что материал дела находится у него. Сейчас он говорит, что он отписывал этот материал там же, в дежурной части, хотя материал был у него, и нам он отказался давать нам на ознакомление, сказав, что его у него нету. То есть он путается в показаниях постоянно. Вы непосредственно заявили? Да. Вы или вы? Мы вдвоем. На нас совершили нападение. Заявление у нас о нападении, по факту нападения. Когда мы в прошлый раз пришли, он сказал, что мы сами себя опросили. Но если мы сами себя опросили, давайте тогда материал мы сами возбудим, уголовное дело. Какие трудности-то? Ну, если так разговор идет. Материал был у него, он нам не дал мне ознакомиться, сказал, что его у него нету. Сегодня он говорит, что он его отписывал чуть ли не в дежурной части. Чуть ли не в дежурной части. Вообще сказали, что вы когда уйдете на пенсию, тогда вы нам позвоните. То есть... А как вы общались с вами? Мы очень хорошо с вами общались. Мы закончили пререкацию, мы закончили смотреть. Мы прекрасно с вами. Если я видел запись, вы точно так же, как сегодня себя вели отвратительно. Нам сказали к вам подъехать, и у вас из-за нам можно ознакомиться с материалом в доме. Где вам дело? Да. Краденая машина в канцелярию сказала, что они не знакомят. Сказали к вам обращаться. По поводу краденых машин Шкода, Октавия или Фанцеля. На документа нет у тебя. А где он? В канцелярии же. Я с чем вас ознакомил? То есть вчера нас обманули по общению? Мы же проводим проверку и сдаем в канцелярию. Она сказала, что дело к вам вернула. Все же к вам передали его. Мне нет дела. Надо проверку что-ли? Да. Нам вчера канцелярия сказала, что все вернули. 17 мая. Еще не получится. Нет еще вашего материала. Так. А как нам узнать, что материал у вас уже пришел? Просто мы вам звонили, у вас трубки никто не поднимает. А как придет, я вас наберу. Вы меня наберете? Вас. Вы просто за три месяца ни разу нас ни о чем не оповестили. Зачем меня звонить? Там вот собран материал полностью. Ну нас же не опрашивали, как вы собирали материал, если нас даже не опросили. Как вы сами себе опрашивали. Это как? Вы предоставили объяснение о коме заявления. Объяснения нет, не представляю. Мы не писали заявление. Заявление писали, но не объяснение. В заявлении там изложено все конкретно. То есть у вас вопросов не возникло к нам больше? Вообще не возникло? Нет, нет. Серьезно? Нет. А с материалами-то когда нам можно было познакомиться? Мы писали еще, мы уже давно писали заявление. Нас до сих пор не ознакомили. Да. У нас перезагистрировано КУСКО. Мы не ознакомили по настоящее время. Приставы забрали машину. Приставы украли машину. Это мы уже разбирайтесь сюда. Это мы разбираемся, да. Мы без вас разберемся. Приставы украли машину и вы нас не вызывали. Мы идем без вас разберемся. Со мной только разговаривали без номера. Понятно? А вы кто вообще? Я старшего числа. А как вас зовут? Ольга Алина. Помимо. Отлично, я запомнил. И что? Вернется у вас наберется? Я вас тоже запомнил. У вас есть мой номер телефона? Мы с вами разговариваем. Убеждаю. Не слышите? Перестаньте пожалуйста. Мы разговариваем с участковым. Я нормально общаюсь. Нормально. Я не с вами. Я сейчас с вами разговариваю. Вы сейчас выйдете с вами вообще не разговариваю. Не улезайте в разговор, пожалуйста. Мы сейчас вызовем патронов на постовой службы, вызовем вообще никто общаться не хочет. Вызывайте патронов. Перестаньте так себя вести. Мы нормально себя ведем. Мы беседуем раз в участковом. Вылезайте в разговор. Все, перестаньте, пожалуйста. Я вас говорю. Тогда можно будет подъехать ознакомиться. Я вам объясняю. А когда вы нам позвоните? Через десять лет? Двадцать? Не знаю. 45? Ладно. Миллион лет? Позвоните. Позвоните. Позвоните, пожалуйста. Ну я поняла. Пойдем. Все, мы зафиксируем. Тыкали. Тыкали. Это мы разбираемся, да. Сюда или без вас разберемся? Просто своими... Вы украли машину и вы нас не выживали. Мы все без вас разберемся. Со мной только договорились не надо. Понятно? А вы кто вообще? Убольняйся. Руками махалов. У нас видеозаписи есть. Создали 20.1. За что? За что 20.1? Хулиганила тут. А почему сразу не составили? Смотрите, давайте... Мстите сейчас, что вы гражданами, я не понимаю. Почему сразу не составили, если было нарушение? Все. Закончил. Нет, давайте. Это вопрос интересный, товарищ подполковник. Мы сейчас хотим разобраться в каждом моменте. Я предлагаю вам написать заявление, в котором изложить все пожелания и достатки. Это я уже сделал. Это я уже сделал. Просто майор в вашем присутствии обвиняет сейчас моих доверителей в совершении административного правонарушения. Я запись видел. Майор... Что это за форма такая обвинения в совершении административного правонарушения? Она только что сказала. Вы же слышали. Майор полиции Иванова рассказывает о том, что существует такая статья 20.1 Кодекса административных правонарушений. Мелкое хулиганство. Почему не оформила тогда? Кого? Мелких хулиганов. Она всегда оформляет. Почему не оформили? Это было две недели назад. Почему не оформили? Должностное преступление совершаете что ли? Покрываете правонарушителей что ли? Или что тогда я не понимаю? Вы сейчас умышленно пытаетесь увести наше общение в другое русло. Почему? Когда товарищ майор попал... Причем здесь мелкое хулиганство и вопрос ваших доверителей по материалу. Давайте я объясню. Давайте я объясню. Товарищ майор полиции Иванова сейчас вмешалась в разговор, сообщив, что мои доверители хулиганили две недели назад. Поэтому я задал резонный вопрос. Если они хулиганили, она как сотрудник полиции обязана пресекать правонарушения. И почему тогда она это не сделала? А в противном случае я это вижу как просто обвинение в правонарушении и как вместе это сейчас выглядит. Я вижу это как вот сейчас попытка иногда вот к словам придираться. Вот так. Я это сейчас вижу. А как это? Она даже статью назвала, как можно тут придраться. Она говорит 20.1. Кого от мелко хулиганства. Мы сейчас рассматриваем ваши жалобы на материалы. В том числе. В том числе еще что рассматриваем. И на действия сотрудников поведения. Это некорректное поведение. Вчера, в прошлый раз она тоже влезла. Хорошо, заявление по этому факту. Вы к ней не обращались. Заявление по этому факту вы подали. Обязательно подойдем. Распишемся в красках просто. Ну вы же уже подреложим видеофиксацию прошлого. Я так понимаю, уже подали заявление. Это я подал от тебя, да, я подал от тебя, потому что удостоверение. Вы можете от себя направить так же самое. Если вы считаете, что поведение сотрудника полиции некорректно. Некорректно. На правое заявление вы можете подать. Протокол будете составлять на них сейчас? Простой вопрос. Вы указываете нам что делать? Нет, я задаю вопрос. Будет она составлять? Она сказала, что мои доверительницы две недели назад совершили правонарушение. Я не вижу в действиях кого-либо состава административного правонарушения. Это было две недели назад. Она только что при вас обмолвилась об этом. И даже статью указала. Я же сказал. Если майор полиции Иванова усмотрит наличие признаков состава административного правонарушения. А, я понимаю. Я понимаю. Учитывая, что наш материал с февраля болтается, то к правонарушениям мы где-нибудь к осени подойдем. Вряд ли. Ну это явно. Срок давности привлечения. Конечно. По данной статье это три месяца. С учетом того, что рассматривается судом. Да. Согласен. Больше трех месяцев точно не будет. Ну просто странно, как она пугает моих доверителей тем, что они совершили правонарушения. И она может их привлечь. В смысле, может. А почему? Может, а не может. Но закон вас обязывает привлекать, если есть нарушение. Я не думаю, что кто-то кого-то пугает. Это не в наших… А зачем тогда она это сказала? Интересно. Мы не пугаем. А зачем тогда она это сказала? Неправильно выразилось. Отлично. Все. Теперь я понял. Майор полиции Иванова неправильно выражает свои мысли. Я понял. Все. Еще вопросы? Вопросы по удостоверению. Вы, может быть, скажете майору полиции Ивановой, что она обязана определять удостоверение, когда обращается граждан. Я дополнительные занятия проведу по знанию федерального закона о полиции. Отлично. Все. У меня все. Спасибо вам большое. Проведите с ними политическую беседу. Политическую? На тему знания законодательства. Потому что сегодня нам сказали, что это не госучреждение. А, да, кстати, это не госучреждение на самом деле. Тоже майор полиции Иванова нам сообщила. Иванова? Да. Тоже сказал, что это не госструктура. Так что, наверное, надо провести беседу. Все. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Не, Игорь Владимирович, без вас бы мы тут сейчас не справились бы. В общем, что мы имеем? Мы имеем следующее, что материал поступил участковому. Как его фамилия? Бабыкин? Бабыкин. Материал поступил участковому Бабыкину. Бабыкин по нему с февраля месяца ни черта не сделал. Дальше он материал этот просто списал в архив. Вынес постановление об отказе и возбуждении уголовного дела. Прокуратура, естественно, проверяет отказные материалы. Она ему этот материал обратно спустила. И он этот материал просто взял, сопроводил, что написал и зафутболил следствие. Все. Что там следствие? Следствие, скорее всего, тоже сейчас посмотрит. Пульнет ему обратно, потому что там, я так понимаю, никто не опрошен. Вообще ничего не сделано. Протокол осмотра машины автомобиля не произведен. Приставы на какую тему ему писали рапорта? То же самое, я думаю, ничего не писали. Тоже, я думаю, что он обманывает. Там приставы и не действующие лица. У нас заявление по факту нападения. Вот. И как он там этого Пугачева опрашивал, остальных тоже непонятно. Учинение вреда здоровью и нападения. Вас не опрашивал. Вы сами себя опросили. Вот как-то и имеем следующее. Ну и старший участковый полномоченный приходит. Удостоверение у нее нет, возможно. Вот. Случайно приехал ответственный от руководства. Нам повезло. Мне кажется, она... Это не она. С управления не приехала бы просто так. Это чисто случайно. Если бы она позвонила, приехала бы на ряд патрульной постовой службы. Нас бы выпроводить. Вот. Но, видимо, она подумала, что вроде как не нужно. А может быть, ходила звонила дежурному дежурный по делу. Ей сказал, ну снимают и снимают. Какие проблемы. Как бы, да. Мы приходили в 54-е. В принципе, никто не выступает, да, там особо. Вот. Вот. Поэтому это, я думаю, чисто случайно. Действительно. Ответственный от руководства ездят, проверяют. Вот. И опорные пункты полиции, и отделы. Я думаю, это просто он чисто объезжает. Вот так вот он нежданчиком нагрянул. Потому что лица у них тоже как бы были такие. Ну, он не очень радостный после этого. Подполковник, конечно, пытается держать марку там, вроде как его. Но в то же время, я думаю, ну, им достанется. Нет, он сейчас в любом случае не достанется. Да, да, да. При нас он это не станет, конечно, делать. Это нормально. Ну, я думаю, достанется. Отстоял своих сотрудников, гордо, достойно. Да. Не гасило. И про госучреждения тоже майор Полис Иванова. Да. СМЕХ 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 СМЕХ